На помосте ребята разных возрастов. Есть и совсем дети. В секцию пауэрлифтинга принимают с 10 лет. И ничего, что ручки и ножки пока тоненькие. Мышцы нарастут и сила прибавится уже очень скоро. Главное заниматься под строгим наблюдением тренера и по правильной методике. Тем более, что к детям подход особенный. Мы работаем 90% своих тренировок с легкими весами, работающих, которые нам легко, приятны. Мы после тренировки выходим. Если нас вернуть, мы можем повторить двойную норму тренировки. Еще. Вот такой принцип. Но повторить одну – это гораздо. А если футболиста вернуть? Он повторит матч? Не повторит. Заниматься в тренажерном зале самостоятельно, конечно, можно. Только вот толку будет маловато. Ни прироста мышечной массы, ни развития как спортсмена. Совет один – не тратить время зря, а идти в залы Уссурийской федерации лифтинга и армспорта. Раньше, когда я занимался, контроля не было. Спустя рукава делали. А здесь под наблюдением, по методике делаем. Пауэрлифтинг – спорт сильных людей. По половому признаку деления нет. Хоть и принято считать штангу чисто мужским снарядом. И в этих соревнованиях участвовали две девушки. Вообще я занималась разными видами спорта, но остановила свой выбор на пауэрлифтинге. Потому что, во-первых, по возрасту мне подходит мне 23 года. И, во-вторых, это очень укрепляет суставы и вообще для спины хорошо. Отделение пауэрлифтинга есть и в Дю США. Школьники любого возраста могут заниматься бесплатно. В секцию набор идет круглый год. Особенно требуются спортсмены 94-95 годов рождения. С этой категорией в сборной Уссурийска есть небольшие проблемы. Зато все прекрасно в юниорской команде. Она считается сильнейшей в крае. Юниорская команда, ну, уже старые наши спортсмены. Мы их знаем, в принципе. Сейчас просто они проверяют свою подготовку. Кто лучше подготовлен, того мы и возьмем. Среди юношей лучшей оказалась команда ДВФУ. Среди юниоров – ребята из микрорайона Южный. Пауэрлифтинга можно заниматься в Доме культуры «Искра», в школе номер 3, в железнодорожном техникуме, на кафедре физвоспитания ДВФУ, в спортзале «Добропорье» и в Центре развития творчества детей и юношества в Новонекольске. А в мае откроется новый зал в спорткомплексе «Локомотив» на Слободе. Там будет преподаваться и тяжелая атлетика.